На 25-й пожарно-спасательной станции Сергей Якушин работает больше 16 лет. На реконструкцию ее закрыли еще в начале 2016 года. Она была в аварийном состоянии. Здесь была старая пожарная часть постройки 70-х годов, и она не соответствовала современным требованиям. Сейчас уже все по-новому, все по-другому, и мы можем своевременно выезжать. Также же компьютерная техника появилась, то есть все у нас есть. И свои задачи, я надеюсь и знаю, что мы выполним. Модернизации в рамках реализации проекта «Поддержка Украины в управлении чрезвычайными ситуациями» занялась немецкая федеральная компания. На капитальный ремонт здания, замену оборудования и покупку новой экипировки было потрачено около 5 миллионов гривен. Как говорит управляющий проектом Кристиан Пошман, станция реконструировалась по образцу немецких. «Все то, что мы проделали, все то, чего мы достигли, соответствует всем международным стандартам. Мы смогли найти такую же часть в Германии. И хотим сказать, что немецкие спасатели пользуются таким же оборудованием». Теперь в распоряжении 25-й пожарной станции новые комплекты спецодежды, дыхательные аппараты, пожарные рукава, контейнер для хранения дизельного топлива и многое другое. По словам заместителя начальника ГСЧС Украины Руслана Белошицкого, эта станция является первой среди реконструированных в Украине. И в дальнейшем сотрудничество с Германией будет продолжаться. «У нас сформованный план на этот год, и сейчас, в конце года, будем сформировать на 18-й год. Это обмен опытом, проведение тренингов, потому что обладание, обладание специфичное, оно потребует некоторой подготовки, особого склада». В Харьковском регионе реконструируют еще несколько пожарных станций, добавляют Белошицкий и отмечают, что в дальнейшем, помимо оборудования, будет обновляться и автопарк спасателей. Александр Анжиренко, Евгений Шинкаренко, Агентство телевидения новости.